Идея провести открытый урок по йоге появилась не случайно в Центре социального обслуживания Вера. Многие посетители, несмотря на возраст, активно занимаются спортом. Мы провели некий социологический опрос и выявили потребность у некоторых наших получателей в занятиях йогой. Мы пригласили человека, который занимается этим направлением, имеет российские международные сертификаты для проведения открытого урока. Голос инструктора в сопровождении индийской музыки звучит успокаивающе. Но расслабляться не стоит. Правой рукой беритесь за левое колено и уводите в скрутку вправо и взгляд направляйте влево. Хатха-йога, хоть и считается одним из самых демократичных видов йоги, многие позы или, как их называют, асаны все же являются для некоторых учеников проблемой. Если у меня колени болят, я на них стоять не могу, например. Приходится мне как-то. И некоторые позы кошечки, позвоночник, но все равно хорошо, здорово. Сергей преподает йогу в одном из фитнес-центров. Заниматься с пожилыми людьми для него не в новинку. Мало того, по его мнению, возраст в этих занятиях не играет никакой роли. Есть группы, где приходят девушки 20 лет и женщины 50 лет. Бывает, что 50-летние у них получается лучше, чем у 20-летних. Потому что 20-летние ничем не занимались, пришли первый раз. А 50-летние уже знают, что им надо заниматься своим здоровьем. И в социальном центре Вера, среди принявших участие в открытом уроке, немало тех, для кого йога – еще один смелый спортивный эксперимент. Мы уже, наверное, 10 лет занимаемся. Много здесь и на Ксандинавских ходим, и в бассейн ходим, и в тренажерный ходим. Но это у нас первый раз, поэтому очень благодарна вам, что мы будем посещать это занятие. Для руководства центра цель проведения открытого урока по йоге – понять, действительно ли эти занятия понравятся посетителям. Судя по всему, не прогадали. Я в восторге, мне очень понравилось. Я думала, будет даже мне тяжелее, я не справлюсь. Но вроде бы у меня ничего. А почему решили йогой заняться? Бонячек много. Говорят, что гейбластика очень хорошо помогает. Отзывы у участников урока только положительные, а потому планируется, что подобные занятия будут проводиться на постоянной основе. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.